На ней немножечко есть проклятие. И проклятие передается от владельца к владельцу. Только продать, подписав договор купли-продажи. Ну, время-то уже до хрена прошло, поэтому надо шевелиться, иначе что-нибудь будет плохое. Давайте я тачку-то отрегоню, расслабьтесь. Он не берет трубку, может рили занят. Ебать, там субарь перевернутый стоит! Тормози, тормози, быстрей! Че мы скажем? Че мы скажем, что он пропал, товарищи полицейские, да? Спросил, они не видели, они только подъехали и стоят, сами смотрят, типа, наблюдают. Какой-то ТП тут вместо товари, ты сам видишь, что нет, не было никакого. Да в смысле нет? Да ты не перевернешь, блядь, ее один, ты че, силащик такой, поехали искать. Мы время реально теряем, где он идет? Всем привет, как вы помните, мы так и не добрались до продавца, который продал нам эту субару. И сегодня-таки как раз мы собираемся до него доехать. Просто в этот раз мы поедем на моей машине, чтобы, не дай бог, ничего-то не произошло. Рома узнал, где он работает, потому что мы не знаем, дома он будет или нет, но он на работе, по крайней мере. Сначала на работе, если на работе не будет, то уже доедем до дома. Перед началом видоса подпишитесь на канал, 50 тысяч лайков и выходит в продолжение. И подпишитесь на наш с Ромой инстаграм. В общем, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на канал. Желаю вам приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Магазин чего? Да, там электронный вот этот вейп-шоп, вот эта штука. Я снимусь сеть, магазин еще что-то взял, что он будет именно в том. Я откуда знаю, в другой поедем, если не там. Мы уже подъехали, вон этот. Давай, я потом посмотрю, короче, там он не там. А, ну да, он тебя не знает. Да. Чё, это он уже назад? Чё? Ты чё не зашел? Да, он там сидел. А чё заходить? Вон, там видно, что ли? Да вон открыты окна, видно. Кстати, ребят, всем, кто пишет про пальцы, что это постанова, смотрите, видите шрамы, он вот только что начал у меня заживать. У меня по-настоящему тут были проблемы. Только крюшок, да. То есть, я не знаю, видно тут на камере или нет, но должно. То есть, ребят, ради видоса порезать палец? Ну это сами понимаете, это бред ради видоса резать палец. Мы тебе по делу. Какие дела? Какие? Вот, пацаны больше. Помнишь, ты рассказывал? Помню. Машину, помнишь, да, который продавал мне? Круто. Чё нам с ней делать? А чё такое? У нас проблемы. У нас проблемы. Пробивал людей, два человека из Липецка или пропали. И у них там просто никуда, никуда пропали. Ну, от меня ничего надо. Почему машина в Липецке вообще была? Тушат тут тачка. Давай мы её просто тебе отдадим? Не, мне точно не надо. А если уничтожить её просто? Не надо ничего уничтожать. Почему? Ладно, пацаны. На ней немножечко есть проклятие. И проклятие передаётся от владельца к владельцу. Поэтому только перепродать дальше. То есть, если... Именно кому ты продал или кто в ней сидел? Я не понимаю. Кому продал. Просто уничтожить не поможет. Только продать следующему. Это и поэтому ты там стоял на босинтезе, да? Типа. Можно же просто передарить, по сути. Не сработает. Не сработает. Только продать. За любую сумму. Только продать, подписав договор купли-продажи. Да бред. Это знаешь как... Бред. Мы тогда и прямой историей говорим, что бред. Ты у моей мамки спроси. Это как с котами. Когда кота передаёшь, чтоб нормально было, надо хоть какой-то рубль за него дать. Ааа. Здесь точно так же система. А чё за проклятие вообще откуда это проклятие? Ну и чё, давай на... Тебе что-нибудь вообще известно? По поводу этого ничего. Я так понял. То, что ты передаёшь следующему. Погоди. Стоять никак что-ли нельзя вообще? Только перепродать следующим. Ну тогда у другого будут проблемы? Ну да, только не очень. А чё там? Другого варианта нет? Ты шаришь в этом. Ну как? Другого варианта нет. Проверяли. Не работает. И чё, просто другим людям впихнём эту? Типа того, да. Это дичька. Мы подставим как другого. Пацанов жалко. Мы не такие уж. Пойдём переговорим. Сейчас мы на улице перекурим. Одну минуту переговорим. Мне кажется, вот он ни хера не этот. Не льёт в уши. Может рили так есть. Пацаны, ну всякая херня бывает происходит. Я вам просто к чему клоню. Пока что ещё никто не просматривает. Смотри, я к чему клоню. У нас да. Кстати, у нас по одному никто на ней не ездил ни разу. Да смотри. Не будем даже так делать. Смотри, у меня есть офигенная бабка. Соседка есть. Это на полном серьёзе. Я говорю сейчас рядом в комнате. Помнишь, которые там сектанты? Может её как-то сжечь можно. Может она какой-то способ скажет. Да он говорит типа нереально. Да почему? Почему нереально? Ну подей да, хотя должен быть какой-то выход. Блин, что за чушь я вообще несу? Я реально уже начинаю верить в это всё. Я типа башкой не хочу верить, а что-то уже сам по себе начинаешь. Ну типа люди реально пропадают. Пойдём ему скажем, вообще примерно хоть что-то подсказал, что нам с ней делать и всё. Ну он говорит не знает типа. Да знает он всё, ты посмотри. Ну он сам же так не сделал. Так он может хотел деньги заработать и продать. Как ты узнал тогда вообще то, что именно если её сжечь, то это не поможет? Ну короче скажем так, в интернете немножечко информации нашёл. Про машину или про подолжение? Ну да, про тачки с этого завода скажем так, где тачки были сделаны эти. А чё, а где это? Ну в смысле короче на производстве в Японии. У них там что-то короче какой-то скандал был у чувака, который работает на этом заводе. Немножечко поругался с начальством, проклял, короче нахрен эти машины проклял и уволился нахрен с завода. Я знаю, что понял. Ну и дальше... Ты сколько лет назад был? Дальше думай сам как это всё решить. Да. Так что тут я вообще не знаю. Сожжём всё-таки её, наверное. Попробуй. Или лучше всё как ты сказал, да? Да переговорим с соседкой, посмотрим что как будет. Ладно, давай у нас... Поговори, но парни, Время идёт, торопитесь. В смысле? В смысле? Странно. Поэтому давайте... Братан, ты что-нибудь решаешь. А сколько времени вообще примерно? Ну время-то уже до хрена прошло, поэтому надо шевелиться. Иначе что-нибудь будет плохое. Вообще может не будем к ней подходить даже. Какое-то странное, просто странное. Мне кажется надо нам валить и эту тачку нахуй сжигать. Вообще срать, что он говорит. Нет, с другой стороны мало ли реально хуже сделаем. Давай соседку спросим и всё. Что, пацаны, переоделся я, короче. Ты к соседке заходил? Я позвонил ей, брат. Она сказала, давай в другой день, говорит. Она говорит или завтра, говорит, или этот. Ну это нам сказал по тропиться. Сегодня вечером. Или сегодня вечером, или, говорит, этот. Подождите меня, сейчас я приду, она где-то там уже шухерит, видимо, гадает. Я думаю, что с тачкой, давай сначала перегоним её. Давай, чтоб утилизировать сразу этот. У нас же пресс там есть, где карьер. Он же сказал, что это не прокатит, просто избавиться от тачки, что-то перепродать надо. Давай поставим у пресса эту тачку, потом пойдём к гадалке. Просто сами себе бошку забивайте. Он меня тоже загрузил. Да мы уже загрузились, я уже даже не понимаю. Он меня тоже на тот момент загрузил, но это всё бред, я вам отвечаю. Он что, больной просто на голову? Да не больной. Может это и правда, я вам говорю просто, давайте перегоним. Короче, около дома Рома. Ой, около дома Рома. Просто предлагаю перегнать эту тачку ближе к той хрени, чтобы её уничтожить. Давай. А с ней переговорим потом и всё. Сейчас Юрец должен подойти ещё. Здарова, у девчонки был? Здарова, как я давно вас не виделся. Ты не туда приехал. У меня дом поближе. Давай блаблакар так. Короче, слушай, давай гадалки сейчас. Чего? Гадалки. Гадалки? Да. Кто такую вообще идею предложил? Она должна нам сказать что с тачкой. Не ты ли случайно? Чувак нам сказал, который нам продал машину, то что на машине порча, то что какое-то заклятие. Вот. Вы что, пацаны, серьёзно что ли? Вы попадёте в гадалки? Да. К бабке. Давайте может ещё битву экстрасенсов сюда вызовем. Вы что, пацаны? Ну а какие варианты? Макс, ну ты такой. Ну а что с ней делать? Я сам начинаю вот это говорить. Я понял. Ну то есть вы хотите спросить типа куда чуваки что ли тебе делись? Нет. Какая разница вообще? Нет. Что нам с этой машиной делать? Потому что мало ли у нас тоже с ней что-нибудь произойдёт. Я тебе сразу говорил, продавай просто её и всё. Да нахер она нужна. Нам жалко, то есть кого-то подставлять. Вот типа для видосов надо. Ты не понял. Смотри, мы тебе что объясняем. Пришли мы короче к этому чуваку, который продал машину. Мы говорим, что случилось. Он нам объясняет то, что данная тачка, кто за ней закреплён владелец по договору, затем закреплено проклятие по его словам. Чё ты ржёшь? Короче мы её очку им перегонять. Что нельзя утилизировать, не сжигать, ничего нельзя. Только оформить договор. Типа если мы на тебя договор оформляем, то значит ты будешь хранить за собой вот эту... Пацаны, я с вами не поеду короче. Вы можете сваливать и идти к бабке. Может ты ещё и тачку туда перегонишь? Нет. Давайте я тачку туда перегоню, раз вы все таки боитесь. Конечно. Чё такого? Да я не боюсь. Я тебе советую. Да ну пацаны, это бред. К бабке идти. Я не пойду, честно. Я не занимаюсь такими вещами. Дай ключи. После этих историй, когда люди пропадали, ты сейчас хочешь перегнать тачку один? Один никто не ездил на ней, вообще по одному никогда не ездили. Знаешь почему? Он просто думает, что мы его разводим. И всё. Он думает, что... Бабки я не пойду. Бабки я не пойду. Это не шутка. Мы реально пойдём к бабке. Вы мне тут погнали к бабке. Вы чё? Мы ждём её. Мы ждём. Она ждёт ещё... Ну подождать надо, короче. Попозже придёт. Пресс. Где когда-то он ещё её красил на видос. Вон там пресс, вон туда вам надо ехать. И там... Вы потом это, приедете туда, да? После бабки. Да. Всё, я тогда уехал. Давай. Ну ты только звонишь, еда. Тебе хочешь показать чё, как? Ну что, не вредь, ты отзванивайся только. Ты ещё увидишься. Я спорю, давай я выйду. Всё. Гадалка, ты так подгазовываешь, боится ехать. Да, да, да. Очень ребят, гадалка пришла, но она нас туда к себе не пустила, а сказала, что поговорит только с Ромой. И снимать она тоже запретила, но я Роме дал экшн-камеру, надеюсь, сейчас он заснимет весь их разговор. Мы хотели, короче, поехать сейчас за Юрцом, но Ирец не берёт трубку, поэтому сейчас дожидаемся Рому и поедем уже за Юрцом все вместе. Я уже раза три, наверное, на Юрцу звонил, трубку он не берёт. Ну, у него не очень большой опытовождение, и скорее всего он просто в напряжении едет, как бы куда не врезаться. Здравствуйте, можно я всё на камеру запечатлю? Я пока вас не снимаю, всё буду на камеру снимать. Нет, не надо на камеру снимать, а всё оставлять здесь. Здесь всё оставлять? Да. Категорически, да, запрещено снимать? Да, да, да. Всё, я понял вас. Короче, брат, мне всё сказали, мне запретили снимать, сказали, категорически, короче, камеры там оставлять, и получилось как. И вот я сейчас тебе всё придётся так рассказать. Долго он там достаточно присидел. Да, но вроде камеру в руках держит, смотри, значит, снимал. Да. Это... Всяк. Что она нам там наговорила? Да. Да. Зашёл к ней, говорю, и этот, как его, включил камеру, говорю, здравствуйте, вот, ну, такая проблема. Та, говорю, этот, можно я всё буду на камеру снимать, то, что вы мне рассказываете, короче. Типа, она говорит, нет, на камеру, ну, там всё услышишь сам. Она говорит, давай, знаешь как, давай без обид, говорит, типа, в следующий день пусть приходит хозяин. Я говорю, ну, а какая разница, я тоже связан, мол, с работы уволили. Она села, разогрела воду, и такая берёт спичку, туда кидает, спичка на дно тонет, я тебе отвечаю, спичка на дно тонет. И она такая мне, типа, говорит этот, как его, вы в этом случае не правы, я говорю, в каком, подожди, говорит, у вас будут проблемы не только у вашего главного, я говорю, какого главного, кто владелец машины, я говорю, мой друг, он, говорит, нужен мне, я говорю, сейчас я приведу, встаю, она такая, нет. Типа, пусть он придёт ко мне, потом один. Она погадала, погадала, зажгла свечку, вот так рукой её тушит, короче, прикиди, говорит, такая сверху этот, блядь. Я говорю, ну чё, как у нас вообще дела будет, ну, типа такого, чё у нас будет с машиной. Она говорит, честно, вот помимо хозяина, если вы имеете с хозяином какие-то отношения, встречаемся, блядь. Если мы друзья, допустим, или чё-то, или если мы вообще в этой тачке ездили, у каждого будут проблемы. Я ей хотел намекнуть, типа у меня. Она не сказала, что делать вообще надо с машиной? Нет, вообще ничего, она с тобой хочет поговорить. И всё. Ну, тогда поехали за Юрцом, Юрец трубку не берёт. Я ей не сказал про Юрца, я испугался. Поехали за Юрцом, реально уже пережать. Вообще трубку не берёт. Поехали. Реально должен был звониться. Я тебе просто говорю, сейчас мы его найдём, вы просто паритесь. Он же как, он же у нас водитель от Бога, встрял где-нибудь. Он позвонил бы, он бы сказал. Юрец? Да. А может телефон, как у меня на морозе отключился? Так он включен, гудки-то идут. А он точно по этой дороге вообще поехал? Да-да, куда он поехал? Да тьфусть как эти, вы чё паритесь? Может он этот? Здесь сеть не ловит. Макс, ты такой хреню страдаешь. Ну у меня не отключил, просто трубку не берёт. Ну может паркуется там, ставит её. Он не берёт трубку, может Риле занят. Ты сколько раз ему набирал? Три раза всего. Раз в пять мы ему звонили же. При этом мы договорились, что на созвоне будем. И вы мне в тот раз звонили, когда у меня проблемы были. И пока мы бабку той ждали, сколько времени прошло, то есть он уже должен был доехать, уже отзвониться. Ну бабка была. Ебать! Ебать! Там субарь перевёрнутый стоит! Тормози! Тормози, чтобы быстрей! Тормози! 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 Блин, он там что ли? А где, где он? Всё открыто. Всё открыто. Пацаны, даже этого бампера нету. Спойлер. Смотри, спойлер. Спойлер, да, валяется. Погоди, а он-то куда делся? Если машина перевернулся, он не берёт. Да она вот только перевернулся. Пересори выхлоп, смотри! Прорвало. А чё, лопнул? Да-да, да он и был лопнут, наверное, у нас. Смотри, там прорвало. Ты чё сделал-то, влядь? Да, обращайся. Ты чё, больной? Чё мы скажем? Чё мы скажем, что он пропал, товарищи полицейские, да? Это пиздец. Это пиздец. Нет, это пиздец. Он не берёт трубку. Давай её обратно. Не дай бог сейчас... Да куда обратно-то? Ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Сейчас понимаешь, что кто поедет, вызовут сотрудников. Привет, сад. Чё случилось? У нас Юрец ехал и пропал. Он же влетает. Сейчас, короче, бегу, посмотрю. Красиво, мы пока не видели. А стёкла чё, все открыты? Нижние открыты. Все стёкла вообще открыты, смотри. Да зачем? Надо назад поставить, я вам говорю. Да зачем я назад поставить? Сейчас кто-нибудь проедет, скажет, вон, уже машина едет. Я, блядь, говорил нахуй, что не стоит ехать-то, типа, на ней вообще одному. Юрец, давай я поеду. Я, я, нет, я не верю ни в чё. Приедут сотрудники, скажут, почему машина перевёрнута. А ты потом будешь доказывать, где водитель был и кто водитель был. Малая, может, ДТП здесь было? Тогда мы её перевернём и чё? Может, утренний ДТП только прошло? Не было никого, пока никто не видел, надо её переворачивать. Мы же не знаем, что тут было. Вот наперевернута, может, нас столкнул с другой, где машина, её какая-нибудь подрезала или что-нибудь такое. Нет, повреждение будет. А, подрезала? Подрезала, да. Вот у неё, видишь, её просто выкинули. Она и так вся в повреждениях. Ты даже не поймёшь, я даже не поймёшь. Ну вот это хер, надо как-то узнать, чё с Юрцом, куда он пропал. Он же не мог испариться просто здесь. Максон! Слышали? Может, ДТП было какое у него? Пацаны там сидят, я спросил, они не видели, они только подъехали и стоят сами смотрят, типа, наблюдают. Слышали, может, ДТП было? Я тебе предлагаю, послушай, пожалуйста, если сейчас кто-то, вон, смотри, сколько машин едут, приедут, скажут, сотрудников вызовут, приедут сотрудники, скажут, Это как Юрец пропал? Какое ДТП тут вместо аварии? Ты сам видишь, что тут, да нет, не было никакого столкновения. Да в смысле, если подрезали, это тоже ДТП считается. Вот его подрезали, он перевернулся. Если ты мне как другу веришь, давай её назад перевернём своими силами. Пожалуйста, прошу. Можем думать? Если нет, пацанов. Вдвоём не справились. Её тяжело было так завалить. Тут даже втроём. Это вообще нереально было сделать. Почему окна все открыты? Вот это сам главный вопрос. Предположим, окна он открывал то, что он типа... Все четыре? А там смотри, все четыре приключателя, то есть они рядом. Возможно, он все подряд открыл в панике. Вылез. Ну да. Ну то есть следов крови, ничего нет. Да следов вообще нет, да, таких, чтобы там... То есть он по сути, значит не добрый. Не одежды рваные, ничего нет. Чё, давайте проедемся, посмотрим, поищем его. Ты больной? Чё больной? Ты чё? Ты больной? Ты чё? Нет, всё нормально. Всё нормально. Да, да, да. Всё хорошо. Вон, женщина уже спрашивает, всё нормально. Сейчас вызовут на нас и мы будем тут... Ты чё скажешь? Ты скажешь... Ты в полиции будешь говорить, ой, извините, пожалуйста, да, у нас Юриец ехал и пропал. Я скажу, я не знаю. А я не знаю, чё произошло. Десять минут прошло. Десять минут. Сколько? Ну тридцать минут. Я предлагаю не в ментовку тебя самим хотя бы тут проехать. Да, да. Смотрите, может идёшь тебя за помощью, а хер знает. Надо её сначала перевернуть. Да нахера нам насрать вообще на неё, блядь, что куча. Реально хрен с ней. Приедут сотрудники, будут задавать много вопросов. Да если мы перевернулись на них. Насратишь на них. Перевернулся. Не, в любом случае нам будет сказать, если они спросят, это что-нибудь, блядь, мы типа скроем? Так. Вот крам попросим. Давай я попрошу самоказ назад, чтобы нам перевернули. Отказал. Пиздец. Поехали проедем. Ну что, время теряется, блядь. Немножко. Он идёт где? Захотел он дёргать. Ну потому что он тоже понимает, что мало ли что случилось. Поехали искать. Да ты не перевернёшь, блядь, её один. Ты что, силачик такой? Поехали искать, блядь. Мы время реально теряем. Где он идёт? На тачку, блядь. Короче, я просто предлагаю, Санёк, Макс, я предлагаю, смотри, сейчас ищем его, это полный бред. Едем к тому чуваку, спрашиваем, что за хрень. Да, к продавцу. Я вам уже всё рассказал. Да спросим, ну как, ну это онс, месяц мы ездили и ничего. Вон, пацаны сидели, ты к ним бежал. Давай просто попросим, чтоб хотя бы выпрямить её, а дальше уже будем разбираться. Почему так за тачку, переживаешь, насрать вообще? Насрать, да, на тачку. Я там бросить могу. Я знаю, что Юрец, Юрец, ну нам надо, чтоб у нас проблем нет. Да хрен с ним с проблемой. Сух, вот хотели же по двое ехать. Да, я, блин, сразу не вообще, не хотел на ней вообще ехать. Да он со своей этой. Франк от пранк. Мы угорали, что мы не думали. Ты вот верил сам до конца? Я верил, но я не думал, что... Не настолько. Да всё, не берёт трубку. Уже темнеть начинают. Сейчас из темнеть вообще ни хера не найдём. Алло. Здорово. Да. Слушай, у меня, да у меня вопрос. Нет. Короче, смотри, мы ехали на утиль сейчас с пацаном. На нашу эту, рядом туда. Не понял. Ты можешь мне ответить, а не себе. Я тебя спрашиваю. У нас пацан сейчас ехал на утиль, говорю. Никто не приезжал на утиль туда? Сколько уже ты там? Классику? Нет, не классика. Как это? Субара, да? Да. Субаро. Субаро. Импрезо. Давай. Нет, кроме классики, вчерашней, ни одной машины больше на утиль не было. Давай всё разом позвоним. Никто не ездил, ни этот. Понимаешь, что сейчас темнеть вообще никого не найдём? Вон там утиль, знаете. Чё? В смысле? Ещё раз, погоди. Ещё раз. Ещё раз. Сеть. У нас сеть у тебя есть? Сеть. Сеть полная. Алло. Вот ты недоступен. Клухер. Да. Рома вообще не зато переживает. Да. Да смысл от этой машины? Я не понимаю, они вообще насрать на эту машину. Я не понимаю, нахера на землю. Чё ты переворачивать? Вообще обосрать её. Я не понимаю, куда блядь юрец мог где-то он никогда не стал бы то, что без нас. Если бы что-то произошло бы, если бы он был в состоянии, он позвонил бы, сказал бы. Ты сам подумай. Любой позвонок бы сказал, что пацаны я попал в ДТП, я перевернулся. Он не пропал бы просто так вот. То есть хуяк куда-то ушёл. Чё-то переговариваются. Надо ещё подальше проехать. Смысла нет. Нет. Он говорит, нет. Не видели, да? Там всё, нет. А там дальше что вообще? А? Там уже дальше этот. Пресс и база. Никто не говорит. Вообще ни одной, ни человек, ни машины. Смотри, он не пошёл бы туда. Объясню почему. Он в любом случае, если бы попал в ДТП, был в состоянии, позвонил бы, нам сказал, пацаны попал в ДТП. А где он? В Астрале исчез. Но ты тоже предлагаешь вариант, что он разбил машину и пошёл пешком сюда. Уже без машины. Зачем? В людей искал. Хотя он стоял бы. Да там они проезжают время от времени. Там да, там люди, машины периодически проезжают. Должно быть. Я тоже считаю, что должно быть разумное объяснение. Не может просто так люди взяли и пропали. Просто исчезли. Куда они исчезли? Может, гопота какая-нибудь узнала его. Вполне возможно. Машину узнали. Точно. Пришли и перевернули и Юрец пропал. Они его взяли, сейчас будут звонить нам. По беспределу. Да, по беспределу. Будут звонить нам скоро, может быть. Вполне. Сразу бы позвонили. Как так в этом месте именно они его встретили. То, что такое безвеленное место. Откуда кто знал, что мы сюда поедем. А если этот водитель не связан со всеми? Хотя как в тачке. Случайно ехали и увидели Субарь. Знакомый. Все. А он тоже не знал, куда мы поедем. То, что мы будем бутили. Сказали, что мы не будем бутили сдавать. Он не мог знать. Никому мы не говорили, куда мы поедем. Видос мы не выпускали. То есть никто не мог знать, куда мы поедем. Но как завалить его так перевернуть? Как это можно было сделать? Первое знание. Мы только что втроем его не смогли. Назад. Назад легче перевернуть. Мы втроем не смогли. Да. Я знаю. Подрезать так, чтобы он перевернулся. Да нереально. Он низкий очень. Он не перевернулся бы так легко. Может ему в бочину толкнули? Там нет удара никакого. Не факт. В смысле не факт? Верим. Ты видел там какие-то повреждения? Там нет никаких повреждений. Ром, ты что? Мы не можем даже повреждения с другой стороны нормально посмотреть. Я все. Я все. Мне уже срать. У меня крыша ей. Это пацаны дичь. Я вам клянусь, это дичь. Давай сейчас всеми силами. А машину дальше ставь. Само собой. Трубку возьми. Да стой, перевернем сначала. Да трубку возьми, может Юрет звонит. Трубку возьми. Давай, 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 давай. Походи, Ром. Фух. Трубку возьми, посмотри. Все, пацаны, спасибо. Документы, документы. Не хотели посмотреть. Смотрите, вы пиздал. Ну ясен пень, она упала. Нет документов. В смысле нет документов? В прямом они в бардачке лежали, нет документов. Папки нет. Да ты позвони, смотри, кто звонил сначала. Ты когда толкал. Я тебе говорю. Погоди, блядь. Звони, смотри, кто звонил. Юран звонил. Юран? 17.07 две минуты назад. Перезванивай. Блин, ну может все нормально, знаешь, сразу звонил. Теперь недоступен. Поставьте сообщение на автоответчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok